МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро всем! Доброе утро, Владислав! Доброе утро! Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, приехал сегодня к нам в гости. Ты сейчас частый гость на телевидении и вообще во всех средствах массовой информации в связи с тем, что ты стал победителем, финалистом Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это престижный конкурс, проходил он 10 этапов. Недавно ты приехал из Артека, ты был в Крыму. И мне бы хотелось рассказать, как ты решил участвовать в этом конкурсе, как прошел для тебя конкурс. Поделись впечатлениями. Сам конкурс представлял из себя 10 этапов с каким-то заданием. До 8 этапа включительно были задания в онлайн-формате. Проходило все заочно. А 9-10 этапы уже проходили очно. Мне бы хотелось, чтобы ты вот тему своей презентации нам рассказал. О чем ты говорил? Я знаю, что это касается своего родного поселка Кавказский. В 8 этапе было задание решить кейс, создать свой проект. И тогда, я проходя по улицам своего поселка, меня увиденное огорчило. Я увидел какой-то мусор, вот непорядок. И тогда я точно удостоверился, что нужно создать акцию «Чистый поселок». Это был и мой проект. Эта акция до сих пор продолжается. Люди, школьники, все собирают пластик, стекло, макулатуру. Специально в школу несут. И с моим наставником, Деньгупа Еленой Геннадьевной, заместителем по воспитательной работе, договорились с организациями по вывозу этого мусора. И его следующая переработка. Вот видишь, как твой проект воплощается в жизнь. Это очень здорово, конечно. Ну, а ты познакомился с какими-то интересными ребятами? Вообще, конкурс, он дает много, много эмоций. И повышает коммуникационные способности, общение. Ты общаешься с людьми, получаешь колоссальный опыт. Это уже как своеобразная победа. Я познакомился с такими ребятами, что мне кажется, что это действительно умы России. Владислав, я знаю, что ты очень активный парень. Я знаю, что ты ходишь в музыкальную школу, играешь на гитаре, ты занимаешься спортом. И самое интересное, я недавно узнала, что ты хочешь быть военным инженером. Правда? Все верно. Вообще, с детства я очень люблю мастерить, придумывать какие-то идеи, создавать какие-то такие вещи, которые помогают жизни. И тогда я понял, что инженер, вот она моя профессия. В школе мне очень нравится физика, математика, такие сложные предметы. Поэтому тут выбор очевиден. Ну что ж, спасибо тебе. Я тебя благодарю, что приехал сегодня к нам в гости. Была рада тебя видеть. И дальнейших успехов тебе. Спасибо. Пользуясь моментом, хочу выразить благодарность всем тем, кто поддерживал меня, всем тем, кто верил в меня. Хочу поблагодарить главу Крачао-Черкесии, Тимрезова Рашида Бориспевича и министра образования Крачао-Черкесской республики Кравченко Инну Владимировну. Ну, тебе удачи. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы Карачаевской редакции. А следующий выпуск вестей с Ашимезом Пхешховым смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. 1 декабря торгово-рыночный комплекс «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок европейский. Все лучшее в порядке вещей. Ищешь стабильную работу? Военная служба по контракту. Твой выбор. Достойное денежное довольствие. Обеспечение вещевым и продовольственным имуществом. Полный социальный пакет. Возможность получить жилье. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова